Всем привет, с вами МШ. Видео, которое вы сейчас увидите, изначально должно было быть вступлением к моему походу по заводу ЗИУ. Но я настолько увлекся написанием сценария к этому видео, что в итоге конечная продолжительность фильма составила в районе часа, ну что несколько долговато. Поэтому я решил сделать ход конем и освежить подзабытую рубрику МШО и рассказать вам об этом легендарном предприятии. Итак, поехали. МШО, завод ЗИУ. Когда я выкладываю свежие видео, я читаю многочисленные сообщения ВКонтакте о том, что ребята побежали за чаем и за какими-то нечтяками в холодильник. Так вот, для любителей чая, а особенно зеленого, я хочу порекомендовать интернет-магазин Pekinov.ru. Человек, занимающийся импортом чая, знаком с владельцами плантаций и фермерами в самом Китае. Как минимум уже это гарантирует настоящее качество чая. Я, конечно, хоть и не гуру, но попробовав несколько присланных мне пробников, хочу сказать, что чай действительно классный. Конечно, китайцы бы обалдели от размеров моей кружки, но тем не менее. Поэтому только для вас есть уникальная возможность заказать качественный китайский чай с 10% скидкой. Для этого вы идете на сайт по ссылке, указанной в описании к видео, и указываете промокод, указанный там же. 10% падения цены вам обеспечено. Pekinov.ru. МШ плохого не посоветует. Едем. История завода начинается даже не в советское время, а еще в царское. Мы с вами перенесемся почти в начало 20 века, 1915 год. Вовсю громыхает Первая мировая война, и русская армия отступает под натиском немцев. Правительство Российской империи понимает, что не только количество вооруженной живой силы определяет силу армии. Скудное техническое оснащение, которому уделялось не так много внимания, как количество ружей, сыграло свою негативную роль. У России катастрофически не хватало грузового транспорта. А тот, который был, представлял из себя уникальную смесь из десятков иностранных фирм и моделей. Унификации было ноль. Про унификацию тогда еще не думали. В едином строю стояли итальянские, французские, английские, американские автомобили. Хорошего в этом было мало. Досаждали огромные номенклатуры запчастей и груды разномастной технической документации. Из-за этого ремонтным мастерским приходилось иметь кучу инструмента, уметь изготавливать различные запчасти, что очень затратно по времени и неприемлемо для фронта, где нужно прямо здесь и прямо сейчас. Учтя этот негативный опыт, в 1916 году Николай II одобряет выдачу кредитов и выделяет 11 миллионов рублей на строительство шести автозаводов по России. Забегая вперед, скажу, что из этих шести планируемых заводов до Октябрьской революции заработает только один – будущий ЗИЛ. Итак, менее чем через неделю торговый дом Кузнецов-Рябушинские компании подписывает договор с главным военно-техническим управлением. Согласно договору, они должны построить автозавод и поставить полторы тысячи автомобилей в обозначенные сроки. Скажу сразу, чтобы не было путаницы. Завод ЗИЛ приобрел свое название – ЗИЛ – только в 1956 году. До этого он сменил несколько других названий. Иногда я буду об этом говорить. Для строительства завода учреждается автомобильное московское общество, сокращенно ОМО. Так и назывался тогда завод – Завод ОМО. Площадкой для строительства завода была выбрана Тюфелева роща. Место удобное во всех планах. Есть река, есть железная дорога. А значит, проблем с подвозкой грузов и отгрузкой готовой продукции не возникнет. А вот само строительство завода шло в муках. Не было специалистов. Их пришлось буквально переманивать с других заводов. Например, с русско-балтийского вагонного завода. Были постоянные перебои со снабжением стройматериалами. Ощущалась нехватка рабочих рук. Далее. У нас не было своих наработок. То есть, теоретически, с нуля можно было бы разработать свой автомобиль. Но этого не предусматривал договор. Да и фонд не мог ждать. Поэтому были использованы чертежи итальянского завода ФИАТ. За основу взяли грузовик ФИАТ 15ТР образца 1912 года. Определившись с тем, что буду делать, начали искать станки. Но возникла еще одна засада. Таких станков требуемых не было в нашей стране. И пришлось их закупать за рубежом. В Европе, в Америке. А их же нужно оттуда как-то доставить сюда. А мы не забываем, что идет война. В морских портах, грузовых и железнодорожных станциях полная неразбериха. Хаос. Они банально перегружены просто. Поэтому часто так случалось, что станки либо не доходили, либо доходили, но разворованные. Плюс неустойчивая политическая ситуация давала свои черные плоды. В конце октября 1916 года в портах Ангельска прибыл паром Барон Дризин. На его борту было порядка 1600 тонн взрывчатых веществ. Порох, тринитротолуол, шрапнели, гранаты. И среди всего этого взрывчатого хаоса затесалось несколько станков для будущего завода ОМО. И что же случилось? Умничка Босман решил заложить бомбу в трюме этого парома. Жахнуло так, что только одних погибших было 607 человек. Надо ли говорить про бедные станки? Представляете, вам бы айфоны так по предзаказу доходили. Точнее, не доходили бы. Но худо-бедная доставка и наладка оборудования шла. Тем не менее, эти сбои в поставках оборудования привели к тому, что завод мог не успеть выполнить свои обязательства по договору. А это выплата крупных неустроек. Поэтому, чтобы успеть к сроку, руководством завода закупаются у итальянцев комплекты автомобилей, и завод приступает к так называемой отверточной сборке. Еще один такой нюанс, что сама работа по лицензии была очень дорогим удовольствием для нас. Мы должны были выплачивать лицензионные отчисления практически за все. За постройку завода, за каждый год эксплуатации завода, за каждый выпущенный автомобиль, за каждый выпущенный сверхплан автомобиль. Плюс к этому всему нам запрещалось экспортировать готовую продукцию. Так что, можете себе представить, какая это кабала была. И все-таки, это была наработка опыта и освоение новых мощностей. Наступает 1917 год. Смута. На заводе идет воровство. Производительность труда никакая. Расходы заоблачные. Да и назревают глобальные перемены. И рабочие это чувствуют. Революция приносит свои результаты. Завод оказывается в руках рабочих. На тот момент завод имел долг в 6 миллионов рублей. Иностранным фирмам за всякие разные запчасти и оборудование. Пролетариат по принципу, кому я должен, всем прощаю. Богополучно забыл про этот долг и простил его иностранцам. В 1918 году завод национализирует. В том же 1918 году закончились купленные у итальянцев машинокомплекты. И до 1924 года завод занимался капремонтом американских грузовиков, сборкой двигателей для танков, ремонтом железнодорожных вагонов и апы чем еще. Тем не менее, несмотря на сложную ситуацию в стране, завод потихоньку продолжал строиться дальше. И это заслуживает отдельных похвал. В 1924 году был выпущен первый советский грузовик АМО F-15. За основу взяли все тот же Fiat 15T, немножко его переработав. 7 ноября 1924 года вдоль стен московского Кремля праздничным строем прошла агитационная колонна Кумачевых АМО F-15. Автомобиль собирался буквально на коленке. Имел так называемое стапельное производство. У него было много запчастей из цветных металлов, и он был дороже импортных аналогов раз эдак в 10. Сато уже наш. И не страшны нам никакие санкции. Интересный такой момент. С 1925 по 1931 год завод назывался Первый ГАЗ. Но к Горковскому автомобильному заводу не было никакого отношения. Тогда еще того завода даже в помине не было. Расшифровывалась аббревиатура просто. Городской автомобильный завод. В 1927 году на должность директора завода был назначен Иван Алексеевич Лихачев. Именно при нем завод поднялся на новый уровень. И именно в его честь в 1956 году был переименован завод. ЗИЛ. Завод имени Лихачева. Итак, к 30-му году была произведена серьезная реконструкция завода. Заработал первый в Советском Союзе конвейер. Это серьезно удешевило стоимость готовой продукции. Была закуплена лицензия на производство американских грузовиков автокар-диспатч СА. Вначале их собирали из американских машинокомплектов под названием ОМО-2. А потом уже из наших запчастей под названием ОМО-3. В 1934 году была произведена модернизация ОМО-3 и в свет вышел грузовик ЗИС-5. Трехтонный грузовик. Второй по массовости после знаменитой газовской полуторки. Завод в то время назывался ЗИС, завод имени Сталина. Во время войны завод был эвакуирован в Ульяновск и положил начало заводу УАЗ, тому самому, который выпускают козелки, бухранки и патриоты. Еще 13 лет после окончания войны выпускался ЗИС-5 и на смену ему пришел ЗИС-130. Наверняка, кстати, вам знакомы, потому что они до сих пор колесят по просторам нашей страны. Но главное – внешний вид. Даже в Америке подобный дизайн лишь начинал входить в моду. Те, кто хоть немного разбирается в автомобилях, наверняка слышали про такую китайскую марку, как ФАМ. Это первая автомобилестроительная компания в Китае, и ее история началась в 1953 году. Тогда специалисты завода ЗИУ в рамках дружбы между народами поставили станки, подарили рабочие чертежи грузовика ЗИУ-150 и обучили китайских специалистов. Даже проходные у заводов одинаковые были. Только китайский ФАВ в 2008 году продал продукции на 32 миллиарда долларов, а наш ЗИУ в 400 раз меньше. Таков рынок, такова наша страна. Также заводом ЗИУ был разработан бескапотный грузовик ЗИУ-170. Он лег в основу первого КАМАЗа, вышедшего в Набережных Челнах в 1976 году. Коллектив завода, так же как и китайцев, обучал новичков скамского автозавода нелегкому делу машиностроения. В советской армии широко использовалась продукция завода ЗИУ. В простонародье Каун, или ЗИУ-157, а потом сменившие его от ЗИУ-131, были широко распространены в нашей стране. Неприхотливость, надежность и проходимость пользовалась заслуженным уважением у вояк. Но все-таки тягать ракеты по лесам и косогорам это непростое дело. Вашему покорному слуге довелось прогулить 157 ЗИУ в 2011 году. Именно тем, который вы видите на фотографии. Машина, конечно, зверь. Без гидроусилителя по лишневке было очень жестко, но все-таки вещь прет и пофиг ему на все. Я все рассказываю про грузовики, но в принципе это был основной профиль завода. Но тем не менее его гордость это легковые представительские автомобили. Это сейчас наша властная верхушка разъезжает на Мерседесах, Ауди и прочих иномарках. А тогда это был ЗИУ. Представительские, бронированные, кабриолеты, лимузины. Линейка автомобилей была одновременно и уникальна, и разномастна. Но сами подумайте, даже в наше время иметь под капотом 300 лошадиных сил это круто, ну и дорого. А как вам советский автомобиль 70-х годов с мощностью двигателя в 300 кобыл и автоматической коробкой передач? С трудом верится, да? ЗИУ-114, почитайте на досуге. Были разработаны заводом и спортивные автомобили. Ну, например, ЗИУ-112С, 1962 год. Максимальная скорость 260 км в час. А еще заводом выпускались автобусы, спецтехника, вездеходы, холодильники и даже велосипеды. Как вам шнекороторный снегоболотоход ЗИУ-2906? Само только название уже внушает уважение. В комплексе с другими автомобилями-амфибиями этот снегоболотоход образует поисково-спасательный комплекс «Синяя птица». И предназначен этот комплекс для поиска космонавтов в труднодоступных районах. Много можно еще чего интересного рассказать по разработке этого завода. Воистину, конструкторы там отрывались по полной. Но есть у этого завода еще одна положительная составляющая – социальная. На заводе под конец жизни СССР работало порядка 75 тысяч человек. Для них строились жилье, школы, профтехучилища, различные оздоровительные комплексы. Завод реально поднимал инфраструктуру вокруг себя. Одних только детских садов. Заводских было более 30 штук. Сейчас это кажется просто фантастикой. Завод умудрился выстоять в 90-е. Ну, наверное, самую узнаваемую моделью из выпускаемых стал «Бучок» – ЗИУ-5301. Но и кризис 90-х, и усиливающаяся конкуренция со стороны других заводов, и безграмотный менеджмент, и слово, так нелюбимое мной, «девелопмент» – все-таки сгубили завод. ЗИУ занимает весь Нагатинский полуостров, а это 275 гектаров площади. Если застройщики готовы были судиться за пятачки 30 на 30 метров, что уж говорить про такие огромные размеры. Здесь столько денег можно заработать. Естественно, они слюнями истекали. Поэтому постепенно часть мощностей завода была разнесена на другие площадки, часть просто заброшена. И завод, несмотря на обещания мэра Москвы Собянина сохранить на производство, будет практически весь снесен. Там собираются ставить несколько цехов и наладить в них отверточное производство. На момент монтажа этого видео я побывал на заводе уже три раза. И еще хочу. Изначально вообще я услышал, что там есть интересный прессовый цех, в котором сохранились немецкие трофейные прессы, еще вылезенные после Великой Отечественной войны. Пока я добирался до этого цеха, посетил множество других. Ну, о том и будут, в принципе, мои видео. Они снимались в разное время, и поэтому и выйдут, не друг за другом. Итак, следующее видео, которое выйдет на этом канале, будет сталк по заводу ЗИМ. Наше с вами первое знакомство с ним. Цех ремонта электрокаров. Все, не унывайте. С вас лайк и подписка. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. С вами Гором Ша. Субтитры сделал DimaTorzok